Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о том, как создать таблицу в Excel. На примере таблицы, которую вы сейчас видите на экране, я расскажу основные моменты для создания таблиц, как выдерживать отступы, что делать в первую и в последнюю очередь. Итак, перед нами таблица, которая мы видим была создана в Excel, у нас есть определенное количество столбцов и строк. И первое, что мы делаем в таблице Excel, это выравниваем как раз-таки ширину столбцов. Первый столбец у нас имеет более узкую ширину, второй в стандартную, третий столбец широкий, четвертый чуть пошире стандартного, да, соответственно, третий чуть пошире стандартного. Если, к примеру, нам нужно было выровнять два одинаковых столбца, сделать их чуть шире, то мы могли черной стрелкой выделить два столбца, навести на пересечение между столбцами и, зажав левую клавишу, растянуть вправо. Тем самым у нас два столбца пропорционально друг к другу будут увеличены. Вот, соответственно, далее столбец F такой же, столбец G пошире. Если нам необходимо сделать, допустим, столбец G и столбец C одинаковыми, мы можем посмотреть ширину столбца. Для этого достаточно нажать правой клавишей и здесь выбрать пункт ширина столбца. Да, 28. И, соответственно, также можем здесь задать ширину столбца, поставить 28. Нажать ОК. То есть, теперь эти два столбца полностью идентичны. Далее у нас идет столбец H, да, и, соответственно, столбец M у нас также имеет чуть пошире ширину. Далее при помощи границ мы сразу указываем контуры таблицы. То есть, мы выделяем контур таблицы, да, в которой у нас будет находиться данная таблица. Это с ячейки B4 по ячейку M15. То есть, берем ячейку B4 и с этой ячейки по ячейку M15 мы протягиваем. То есть, у нас получилась такая таблица. Заходим в границы и ставим все границы. ОК. У нас появилась таблица, да, которую теперь нам необходимо правильно отформатировать. То есть, мы видим, что у нас первая строка с ячейки B4 по ячейку E4, да, она у нас имеет объединенные. Структуру. Варианты объединения ячеек можно посмотреть здесь. То есть, в данном случае у нас подойдет вариант объединить, поместить в центре, потому что надпись находится в центре. Нажимаем ОК. И, по тому же принципу, можем использовать объединить по строкам, да, потому что она у нас одна строка, принцип будет тот же самый. Далее мы имеем, что у нас ячейки объединенные с ячейки B5 по ячейку B10. То есть, мы их также объединяем. Чтобы не дублировать до одной и той же действия, мы можем выделять ячейку, нажимать F4. F4 это последнее выполненное действие, да, которое было сделано вами. То есть, так в разы удобнее. По тому же принципу, мы можем взять формат ячейки, да, и перенести ее рядом с ней. Если данный формат нам нужно использовать несколько раз, давайте вернемся, тогда достаточно взять формат ячейки уже объединенной, дважды нажать по кисточке. То есть, это означает, что формат ячейок будет применен несколько раз. И нажимаем на те ячейки, которые нам необходимо объединить. ОК. Так, это объединенная, объединенная, объединенная. После объединения мы видим, что, в принципе, структура таблицы практически готова, осталось сделать бонусы. Мы также объединяем первую ячейку. И при помощи указателя черный крестик в правом нижнем углу мы с зажатой левой клавишей протягиваем вправо. Да, таким образом у нас формируются одинаковые ячейки. И сверху объединяем, помещаем в центре. То есть, таблица практически готова. Далее нам необходимо внести соответствующие корректировки. То есть, в данном случае шрифт у нас будет в центре готик, как и в таблице снизу. То есть, мы выделили целиком таблицу. И далее выбираем шрифт в центре готик. ОК. После чего нам необходимо выполнить заливку. Заливка у нас в шапке оранжевая. Да, соответственно, внизу у нас заливка зеленая. Да, для того, чтобы выделить несколько ячеек, находящихся не в одной плоскости, мы выделяем с помощью клавиши control. То есть, первый диапазон мы выделяем без контрола. Второй диапазон мы выделяем с зажатой клавишей control. Выделяем диапазон первый. Да, соответственно, зажимаем клавишу control, выделяем второй диапазон. Заходим в заливку и выбираем зеленый цвет. ОК. Получилось. Теперь нам необходимо отформатировать шапку. То есть, если брать выравнение, то у нас выравнение, в отличие от программы Word, имеется двух уровней, то есть, это по ширине слева, в центре, справа, и по высоте снизу, посередине, сверху. То есть, если мы возьмем, допустим, название, для примера, да, оно у нас будет внизу, в центре. Чтобы его поднять в середину, мы используем верхнюю шкалу выравнивания. То есть, верхняя шкала выравнивания, это выравнивание по высоте, нижняя шкала выравнивания, это выравнивание по ширине. Как мы отформатировали все ячейки, которые необходимо поместить посередине в центре, начинаем с заполнения. То есть, краткое название. Чтобы сделать перенос внутри одной ячейки, мы используем горячие клавиши alt-enter. Alt-enter дает возможность переноса текста на новую строку в одной ячейке. Далее, для перехода вправо используем клавишу tab. И, соответственно, продолжаем заполнение. И, соответственно, если текст не вмещается, мы можем увеличить ширину ячейки, да, или уменьшить размер текста. И все это будет отлично смотреться. Далее пишем дополнительные расходы процентов. И, соответственно, для того, чтобы запомнить номера по порядку, мы можем использовать автоматическое заполнение. Автоматическое заполнение в данном случае может работать в двух видах. То есть, когда мы протягиваем единицу в правом нижнем углу по черному крестику, выбираем заполнить ряд. Или же зажимаем клавишу control, растягиваем вниз и выбираем заполнить ряд. Да, в принципе, такой же самый. То есть, в Windows это работает, в принципе, безукоризненно. Да, в Mac, конечно, это может немного давать сбой. Вот, теперь обратите внимание, что у нас здесь есть нули в формате процентов. Чтобы также отображались проценты, мы можем поставить формат процентов, да, и заполнять данные ячейки. То есть, здесь у нас нули мы пишем 0, нажимаем ctrl-enter. Да, ctrl-enter это ввод заполняемого массива. То есть, мы выделяем диапазон, пишем текст и нажимаем ctrl-enter, тем самым они у нас заполняются. Вот, и далее, соответственно, здесь у нас везде по нулям, кроме первой ячейки, там у нас 3. Пишем 0, тут пишем 3 и, соответственно, тут 3. Окей. И постоянные затраты. Тем самым, таблица практически готова. Группа расходов. Вот, для заполнения ячеек, которые у нас находятся друг по другу, допустим, как этим, холодильник, мы можем нажимать клавишу enter. Enter-клавиша enter, это закрыть ячейку со сдвигом вниз. Электро инструмент. И, соответственно, провод. Вот, по тому же принципу можно заполнять таблицу. Для удобства наглядности можно использовать цвет текстовый, более приближенный к белому. Да, он просто будет более отчетлив. И, соответственно, когда у нас есть бонус 1, бонус 2, бонус 3, мы также можем их протянуть, да, и они у нас автоматически заполнятся. Теперь давайте подведем итог. То есть, у нас есть таблица, для построения которой мы использовали первое, что мы сделали. Мы увеличили ширину столцов. Далее мы сделали все границы для таблицы, после чего мы произвели объединение ячеек и выравнивание, и только после этого мы начали заполнение таблицы. При таком порядке действий до заполнения таблицы будет в разы удобнее, чем сначала заполнять, да, а потом уже пытаться ее форматировать. С вами был Полянский Алексей. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Всем пока. Продолжение следует...